всем привет небольшой обзор бифолда из кожи бутера я его делал больше года назад есть видео на youtube канале там где он только-только был собранный можно будет сравнить с этим видео что с ним случилось какие у него повреждения здесь за год также он носился в кармане с ключами падал на асфальт можно сказать эксплуатировался жестких условиях носили его на работу ну приступим к обзору сразу пройдемся по техническим составляющим из какой кожи какой толщины какая нитка ну какой клей как была вообще делана сборка вообще к по какой технологии кожа бутера тут примерно 0 9 1 миллиметр лицевая часть и внутренняя черного цвета примерно миллиметр это коричневая кожа это тоже бутера все все элементы из бутера тоже в оригинальной толщине примерно 0 9 0 на 105 ну практически это основание квадратная и две больших части это оригинальной толщине было выбрано и единственное что карманчики вот эти вот были спущены до 0 6 0 55 примерно вот сделаны v-образным таким вот вырезом для того чтобы можно было легко допустим вытащить карточку вот есть тоже нюансы что нужно исправить не все идеально так как это самый первый мой бифолт для тех у кого пальцы нестандартные побольше ну и принципе когда вы сами знаете что если карман прямой да и иногда бывает не так легко вытащить карточку просто так ну тут все по технологии специальное дело чтобы легко было вытащить но много чего есть что изменить но мы сейчас продолжим по техническим составляющим клей я здесь использовал и косар сейчас я перешел на клей экостик он мне больше нравится нить 0 45 миллиметров обычная китайская ничего такого такого синего цвета принципе сочетания неплохие получились пробивал я все вот это вот я сделал выкройку пробивал я это все одиночным пробойником просто круглый пробойник 0 8 миллиметров представляете каждое отверстие отдельно пробивал работа получилась трудоемкая но выполним и дальше пройдемся я карманчики эти делал с нахлёстом получается если здесь видно шаг вот он следующий шаг после кармана под ним часть карманчика этого еще примерно 3 миллиметра до отверстия я не хотел чтобы ну мне не понравилось не очень понравилась технология встык хотя я думаю может вернусь к ней я буду пробовать новые варианты тестировать но тут сделан нахлёст но чтобы сделать нахлёст сами понимаете здесь примерно 5 0 5 миллиметров толщина самого карманчика если просто нахлёст сделать на торце были бы такие вот явные перепады пришлось немножко ножом снимать это трудоемкий процесс занимает времени поэтому будем переходить на другие технологии вот тут ничего такого самая стандартная модель самая первая вот здесь есть видно что я ошибки делал поспешил отверстие сделать вот есть что исправить в принципе я тоже следующий модель сошью из по такой же технологии тоже с отверстиями круглыми диаметром миллиметр ниткой тоже примерно 0405 миллиметра в этом районе также все сделаю только изменю возможно кожа другая будет или такую же буду использовать изменю может быть карманчики чтобы был стык но как-то по-особенному может может по обычному пробую вот тоже шаг будет 4 миллиметра тоже может быть v-образные прямые только я карман немного подниму потому что у нас карточка слишком выглядывает это ну это много думаю как минимум на один на один стежок на 4 миллиметра можно карман поднять возможно также сузить бифолт вот тут много расстояния лишнего принципе да для пальца это нормально но я думаю можно на пару миллиметров можно даже на один стежок уменьшить принципе будет визуально красиво и возможно все таки наверное углы скруглим хотя такая модель тоже интересная вот кожа путера как она вот старела видим в принципе а я с ней бы ничего не случилось если вы ее не роняли этом ключи не ложили вместе с кошельком вот ничего такого нет с ней единственный момент почему я вернусь к круглому пробойнику скажем так потому что у бутера есть такое свойство сама кожа бутера она плотная да как скажем масло вот если пробивать французским пробойником там мелкие отверстия там 3335 обычно французским то при затяжке немного можно сказать отверстие она разрывается может выглядывает некрасиво такая гармошка получается тут же и все видно я думаю очень даже хорошо видно с обеих сторон что деформации по отверстиям никакой нет вообще потому что каждая деталь отдельно пробивалась вот и так как это круглое отверстие тут ну растягиваться нечего тем более отверстие немножко немножко больше чем сама нитка и в итоге прошита нормально и нету перетяжки хотя некоторые скажут да там просто не сильно затягивая но все же мне не очень нравится такой вот именно это именно с кожи бутер и так вот возможно других моделях то же самое просто нужно подобрать нужный диаметр отверстий просто с каждой кожи по-разному это все происходит и бутера допустим отверстие пробил все отверстие круглое осталось если это какая-то более рыхлая кожа допустим кожа крас который сейчас у меня на фоне это какой-то синий цвет может быть и не передается правильно но вот тут отверстия немножко по-другому себя ведут потому что эта кожа более эластичная и они как бы при пробивании они не остаются такой выраженные отверстия как на бутера ну и на других любых кожах вот будем пробовать кому было интересно пишите комментарии ставьте лайки я не знаю может вам интересно какое-то другое изделие посмотреть у меня есть также бифолт который я делал из кожи краст вот тоже буду делать обзор тут ничего такого все как обычно вот и конечно же нужно расширить я минимально ширину брал не скажу точно какая в новой выкройке будет совсем другие параметры но держать модель можно легко смотреть на все недочеты и в новой модели уже сделать что-то хорошее новое интересное правильно также я не обрабатывал бахтарму внутри так как это кожа бутера она и так можно сказать неплохая никаких ворсинок тут нету вот и так как кошелек довольно широкий получился вот даже по деньгам видно то в принципе тут проблем положить деньги тоже нет такой вот патина появилась я думаю принципе на любой итальянской кожи похожего сегмента есть вот даже после наверное полугода если носить даже три месяца наверное в заднем кармане джинс или в переднем появится такая вот блестящая патина но если с ключами не носить не ронять ни на что такое твердое там острое то в принципе товарный вид можно сказать останется навсегда да торцы я здесь не обрабатывал красиво это первый мой опыт был с бутера вот и просто из-за того что клей мне не понравился он немножко выступил и мешал ну основным получается при затирании слои были видны вот сейчас я немножко другой использую клей он получше ведет себя с этим с с обработкой токаноли и другими способами там несколькими проходами с наждачкой там тысяч на 1200 вот несколько раз проходим и у нас на идеальный торец конечно не все идеально но есть к чему стремиться все спасибо за просмотр пишите комментарии спасибо за просмотр пишите комментарии Продолжение следует...